Доброе утро, уважаемые трейдеры! Также мы увидим и сможем для себя обозначить прогнозы по экономическому росту, по инфляции, прогнозы, которые будут предполагать возможные изменения монетарной политики в будущем. Но, наверное, центральным событием для нас все-таки будет сам факт голосования по процентной ставке и стоит ли ее менять сейчас. На единогласное решение мы с вами не настраиваемся, потому что очень, скажем, разнятся мнения в рамках монетарного кабинета. Напомню, что у голосующих членов всего лишь 8 и от распределения голосов сегодня будет вообще зависеть все, что произойдет с британской валютой дальше. Помимо этих событий, замыкать, скажем, фундамент по Англии, который начнется с выхода данных по индексу делактивности в сфере услуха, будет Карни, который занимает пост председателя английского регулятора. И его выступление в пресс-конференции назначено на 14.30 по московскому времени. Безусловно, он еще раз подытожит все решения, которые будут приняты и, наверное, позволит нам все-таки заложить в основу нашего будущего долгосрочного фундаментального трейдинга какие-то формулировки, постулаты, озвученные уже лидером мнения для Англии по монетарной политике. И будем надеяться, что этот фундамент все-таки сможет выбить почву из-под ног фунта, который находится, на мой взгляд, на очень высоких ценовых значениях. И тот позитив, который мы видим сейчас по британцу, то, что пара на отметке 1.32, это отнюдь не реакция на улучшение макроэкономической картины, это отнюдь не реакция на преодоление политических рисков, связанных с Брекзитом. Это просто причина реакции на слабый доллар, который вроде бы как тоже начинает карабкаться с этих минимальных значений, используя фундаментальную поддержку, получаемую в последние дни. Но снова я возвращаюсь к формулировке, что накакать не хочется, потому что обычно так и происходило, как только мы заряжали доллар нашими вербальными заявлениями о том, что ты должен стоить дороже, Мы, как стоило нам только делать, может быть, через мемную акцию на статистику, как американская валюта показывала совершенно обратную реакцию. Пока мы все-таки, друзья, работаем с нормальной реакцией доллара, мы видим статистику, которая соответствует, опять же, прежним ожиданиям, статистику, указывающую на то, что американская валюта будет стоить дороже, потому что каждый последующий не менее сильный отчет будет усиливать наше ожидание относительно скорого сокращения баланса и роста процентных ставок. По доллару мы сегодня поговорим, безусловно, завтра, потому что доллар после сегодняшнего суперчетверга уже будет в самом настоящем предвкушении выхода данных по Non-Farm Parals. Это первая пятница каждого месяца, соответственно, завтрашний день, завтрашний отчет и очень сильное влияние и соответствующая волатильность. Поэтому, если вы торгуете, да и даже не важно, долларом, любым инструментом на финансовых рынках, эта статистика Non-Farm Parals влияет вообще на глобальное настроение, потому что от того, насколько сильными либо плохими выйдут данные, будут зависеть, что произойдет с доходностью американских облигаций. А если мы говорим про американский рынок долга, мы говорим про одну из первых причин вообще влияния на многие инструменты, которые торгуются на финансовых рынках. Давайте теперь поговорим про нефть. Клосс вчерашнего дня 52.13, сейчас мы видим натив на сопоставимых значениях. То, что после торговой сессии вторника, когда мы с вами ушли ниже поддержки 52 доллара за баррель, говорили про резкое ослабление более чем 2% минусом за один день, это несколько вдохновило нас, поскольку действительно коррекция за один день, она по сути пересилила и компенсировала весь этот рост, который мы видели за последние три торговые сессии. Ну вот сейчас котировки снова вернулись выше 52 долларов за баррель, и нужно искать причины, объяснения на рынке, которые присутствовали. Ну что у нас было вчера из важных отчетов? Конечно же, это запасы в нефти в штатах, правительственный отчет, Министерство энергетики, администрация энергетической информации, скажем так, чтобы быть уж совсем правильными, скажем так, в этом. Этот отчет оказал поддержку котировкам нефти, согласно опубликованным данным, запасы нефти снизились на 1,5 миллиона, в то же время аналитики прогнозировали, что запасы могут снизиться сильнее примерно на 3 миллиона. И, честно говоря, я смотрел за реакцией рынка по факту этого отчета, собственно, первое, на что мы наверняка могли бы обратить внимание, если бы были на рынке, а я уверен, то, что многие из вас торгуют нефтью, видели, как актив реагировал, это не покупки нефти, которые, в принципе, являются логичными следствием реакции на снижение запасов, а на против распродажи. Связано это было с тем, что фактическая цифра 1,5 миллиона оказалась гораздо ниже, собственно, чем предполагали эксперты, то есть я уже провел параллель, прогноз 3 миллиона, фактически показатель 1,5 миллиона. Но эти продажи продлились недолго, очень быстро они были замещены покупками, поскольку трейдеры начали обращать внимание на сопутствующие, скажем, доклады, отчеты, показатели, статистические данные, которые вышли параллельно со статистикой по запасам. И одним из основных факторов поддержки для котировок выступили показатели загрузки нефтеперерабатывающих заводов в США, так вот, загрузка НПЗ выросла до 95,4% со 94,1%. Параллельно вышли данные по запасам бензина, они также снизились на 2,5 миллиона, запасы дистиллятов также опросили, и был зафиксирован спрос на рекордном уровне в 9,8 миллиона. Но, друзья, все, больше никакого здесь позитива нету, серьезного бычего ралли мы так не увидели, мы не увидели даже закрытия позапрошлого торгового дня. Локальная реакция на неплохой фунда, но не более того. В то же время хочу снова обратить ваше внимание на то, что участники рынка не сомневаются, что цены на нефть, будучи заряженными на долгосрочное ослабление, будут все-таки смещаться вниз и вызвать коррекцию в самое ближайшее время. И основная причина вот этих присутствующих опасений кроется вне исполнения обязательства по ограничению производства в соответствии с энергетическим фактом. Мы говорили об этом в понедельник и во вторник и в среду, и, собственно, продолжаем это делать, потому что сейчас это несоответствие уж очень бросается в глаза. Если раньше, скажем, регионы не наглели, был факт исполнения обязательств на 95, на 96, 97, одно время даже мы говорили о практически 100% исполнении обязательств. Сейчас, друзья, мы видим, как вот эта инициативность и следование четкое в соответствии с обязательствами, вот этим условием и уровнем квот, которые были определены по факту сделки еще в конце прошлого года, сейчас это несоответствие все более и более выражено. Вот достаточно посмотреть на Венесуэлу и о собственной Ираке, о которых мы также говорили, насколько они сейчас явно не соответствуют этим обязательствам. Друзья, еще хочу отметить то, что вот этот скепсис, он, безусловно, был усилен еще последними данными опроса Reuters, которые подтвердились еще и опросом Bloomberg, о том, что в ОПЕК прошлом месяце было добыто так много нефти, что мы сейчас вообще говорим о рекордных показателях производства начала 2017 года. Но это пока только предварительные опросы. Сегодня день почему важный? Потому что сегодня сама ОПЕК опубликует свой месячный доклад, завтра мы о нем, безусловно, поговорим, но если вам уж совсем интересно, вы можете порыться даже на официальный сайт этого картеля, если зайти, увидите там блоки данных, опубликуемую статистику и первого источника, посмотрите, сколько же нефти было добыто по отдельным регионам, да и в совокупности. Я думаю, что поддержки, если вы покупатель, вряд ли вы там найдете. А вот если вы медведь и любите получать дополнительные сигналы того, что вы все правильно делаете, продаваете этот актив, я думаю, что этот отчет будет вам на рву, точнее на лапу. Поэтому я считаю то, что нефть 52, пусть даже увидим повыше, но котировки это все равно лишь последние рывки, попытки быков крепиться, заточить инструмент повыше. Но потом у нас, несомненно, снижение, поскольку та самая проблема, которая уже толкнула котировки нефти с высоких ценовых значений, эта проблема все еще актуальна. Рубль 60-60, даже без нефти особо, мы видим, как российская валюта стремится двигаться к своим более-менее справедливым значениям. Люблю проводить параллель с котировками нефти, учитывая высокие показатели коллекционной связи, зная, насколько бюджет России заинтересован на высоких ценах на нефть, и как можно влиять на показатели торгового баланса, да и не торгово-платежного баланса, опять же, варьируя изменение курса национальной валюты. Справедливое значение сейчас примерно 62-63. То есть есть куда еще девальвироваться, мы, в принципе, на эти цели с вами и ставим. И то, что без нефти, которая увеличивается в стоимости, растет, сейчас рубль проседает против основных конкурентов, тоже позитивный знак, это свидетельство того, что рубль довольно болезненно продолжает реагировать еще на факты санкций со стороны Запада, которые, как вы знаете, были приняты снова Соединенными Штатами Америки. И если до конца этой недели, ну и на следующей, мы получим все-таки реакцию соответствующую по рынку нефти, рубль уже будет цепляться за сопротивление 62. Надеюсь, что вы находитесь в длинных позициях и уже давно все-таки смирились с тем фактом, что на крепости бодрость рубля ставить больше не стоит. Ну, ряпонская иена. Здесь вот сразу насыщенный такой новостной фон. Я бы даже сказал, что мы можем говорить как про фундамент американского происхождения, так и про фундамент со стороны Банка Японии. Ну, собственно, азиатская сессия, вчерашняя торговая сессия, была сразу результативна для доллара против иена. Мы видели, как японская валюта проседала, а доллар, напротив, укреплялся. Все началось с комментариев членов Совета директоров Банка Японии Фуно, который обозначил важность сохранения мягкой экономической политики. Ну, все вы знаете почему. Потому что Япония при всех тех попытках и без прецедентов, тоже стимулах, которые были задействованы, в сравнении с теми стимулами, которые используются Европейским центральным банком, это все попытки разогнать инфляцию. Этот вопрос решить не удается, поскольку инфляция настойчиво сдерживается на низкие ценовые значения. Поэтому, на мой взгляд, Банк Японии один из немногих сейчас регуляторов, которые не провоцируют рынок на ненужную платильность и не раздражают, не бесят, скажем, трейдеров ненужными высказываниями о том, что мы готовы рассмотреть возможность выхода из этих стимулов, потому что ситуация улучшается. Банк Японии верен, в принципе, своему прежнему прогнозу. Инфляции не видать цели в 2%, значит, и не стоит считывать на выход из вот этой мягкой монетарной политики. Дальше у нас была статистика, которая в целом подхватила статистика по EDP, по рынку труда, она подхватила довольно неплохой тренд еще в прошлых недель по сильным макроэкономическим данным, и она подхватила эстафету у двух отчетов, которые вышли буквально накануне до этого, активности ISM в производственном секторе и, собственно, индекс разгона инфляции. Мы говорили, что статистика хорошая, она позволила индекс доллару немножко оттолкнуться от минимальных значений, и она позволила и доходность им трежи с нескольких выкарбкаться с многомесячных минимумов, и позволила трейдерам все-таки получить хоть какой-то позитивный сигнал в плане реакции доллара. Доллар оттолкнулся от поддержки 110 йен против иены, и сейчас пара USD-йен находится на отметке 110 и 70. Но не то, чтобы мы далеко ушли от поддержки 110, но мы все равно на текущее значение, согласитесь, комфортнее, нежели тогда, когда мы пробили, собственно, поддержку в 110 йен против доллара. Статистика хорошая, и эта статистика может быть использована представителями ФРС для того, чтобы оправдать возможность повышения процентных ставок и сокращения баланса. Но по EDP вы сами все прекрасно видели, 178 тысяч, отчет против прогноза 185 тысяч, при этом были очень сильно пересмотрены прошлые значения, со 158 пересмотров до 191 тысячи новых рабочих мест. Это очень хорошие данные. И это сильный отчет EDP, который предваряет, предвосхищает статистику по Non-Farm Fails, которая будет опубликована завтра, собственно, уже в 15.30 по московскому времени, которую мы так сильно ждем. Еще одно подтверждение того, что рабочие места создаются очень динамично, скажем, больше 180 тысяч, это приведет к тому, что предложение на рынке труда станет еще более ограниченным. Это спровоцирует работодателя конкурировать за каждого квалифицированного, и не только рабочего, посредством роста заработных плат. А рост заработных плат будет толкать вверх и инфляцию потребительской активности, экономический рост. Вот на это я сейчас и предлагаю делать ставку. Замыкали, собственно, вчерашнюю торговую сессию у нас еще выступление пресс-конференции Лоретте Мейстер и Джона Биллинса. Собственно, Мейстер сообщила о том, что политика ФРС остается в конве ожидания еще одного повышения процентной ставки. Ну, мне, знаете, как было интересно послушать, в принципе, потому что они говорят, у них такое разделение, собственно, комментариев по отдельным направлениям политики. Ну, вот Лоретте Мейстер говорил про процентный ставок. При этом, когда стал выступать Биллинс, он сделал больше акцент на потенциальное сокращение баланса Центрального банка и сообщил о том, что все в соответствии с ожиданиями, все в соответствии с планами. Сейчас статистика способствует тому, что уже осенью к этому вопросу он вернутся и, возможно, будут обозначены первые решения. Напоминаю то, что сокращение баланса – это есть проявление, еще одно проявление жесткой монетарной политики. Ну, наверное, не отреагировать на этот доллар не сможет. Но прежде чем, собственно, у нас будет это сентябрьское решение, если оно будет, конечно же, если в игру не вмешаются никаких порс-мажоров, у нас все-таки есть возможность еще торговать статистикой, друзья. А эта статистика сейчас способствует тому, чтобы мы и дальше делали ставку на рост американца против японской валюты. Нам бы закрепиться повыше, но повыше что это? Значит, уж точно выше отметки 112. И тогда у нас будет хоть какой-то, скажем, сигнал, либо возможность говорить о том, что доллар наконец-таки начал соотносить свое поведение с какой статистикой, которая выходит. По фунту, друзья, хочется отметить вчерашний отчет по активности в строительном секторе. Статистика меня по Англии поражает просто в последние месяцы, скажем так, поскольку если сравнивать динок с деловой активностью в строительном секторе, то я не, скажем, не поленился вчера, посмотрел последние отчеты за примерно 7-8 месяцев. Ну, где-то так. И хочу здесь провести такую параллель, что у нас три сектора, которые публикуются по этим данным. Сначала активность в секторе промышленности, потом активность в строительном секторе, передали, идет сфера услуг. Так вот, если выходит хороший показатель по промышленности, по активности в производственном секторе, значит, логично предположить то, что такой же показатель, ну, более-менее нормальный, будет и в строительном секторе, потому что здесь корреляция такая же, как, к примеру, поведение рубля и нефти. Ну, после довольно неплохих, я бы даже сказал, очень сильных данных по активности в производственном секторе, которые мы получили во вторник, собственно, вчера, индекс садилателемости в строительстве оказался на очень плохом уровне. С 54,8 до 51,9. Серьезный спад. И произошло это по той причине, что за последний месяц очень резко выросли цены на строительные материалы, которые и привели к тому охлаждению, собственно, рынка недвижимости, о котором я говорю. Друзья, все равно фонд, даже несмотря на наши с вами попытки объяснить фундаментальное, долгосрочное позиционирование, которое должно сложиться, сейчас растет. Уровень 1,3216, на мой взгляд, является очень высоким для этого инструмента. Я очень большую ставку делаю на сегодняшнее заседание британского регулятора. В принципе, мы в начале брифинга уже об этом поговорили, я не буду повторяться. Нас интересует распределение голосов. Я думаю, что если оно будет в соответствии с 6 за то, чтобы ставку не менять, и только 2 голоса за то, чтобы ставку повысить, это будет воспринято как умеренно, собственно, проявление мяты экономической политики и все-таки должно стать причиной слабости фунта. Сегодня я признаюсь, собираюсь рискнуть торговле этим активом, и буквально перед публикацией решения по ставке, и по факту голосования попробую открыть короткую позицию о тех уровнях, которые, в принципе, будут в тот момент времени. Европейская валюта продолжает переписывать локальные максимумы, игнорируя, да, в частности, вчера вышел отчет по индексу ценопроизводителей, который является сигналом для лучшего показателя инфляции. И индекс ценопроизводителей снизился в 2,5% в годовом выражении с 3,4%, и в месячном спад на минус 0,1%. Реакции не было никакой. Обычно евро на столь важный лист реагирует, но в этот раз европейская валюта продолжила двигаться исключительно вверх и добралась до локального сопротивления даже 1,19%. Это какие-то просто немыслимые уровни, которые совершенно никак не вяжутся ни с махоэкономической политикой, ни с чем другим. А вяжутся только с одним желанием затащить евро определенными куларными силами тем уровням, когда все уже поверят в неизбежный дальнейший рост европейского валюта, и вот только после этого пойдет коррекция. Но здесь уже наступает самый настоящий, возникает конфликт интересов, и конфликтовать опять же с этими куларными силами должны представители фондового рынка еврозоны, да и сам европейский центральный банк, который будет вынужден спустя, скажем, месяц-два кварта констатировать еще большее давление на индекс потребительских цен из-за резкого укрепления национальной валюты. Я считаю то, что европейский центральный банк все-таки должен быть круче этих куларных сил, и, наверное, пора бы уже вмешиваться. И даже если мы сейчас посмотрим на прогнозы инвестиционных банков, текущее значение, как я уже отмечал, даже уровень 1.18, чуть пониже, были весьма перспективными для долгосрочного короткого трейда, то есть для занятия продажных сделок и, собственно, ожидания снижения европейского валюта против доллара. Надеюсь, что вы уже задумались о такой торговле и тоже, в принципе, ищите вот эти уровни для продаж. Австралийцы Новозеландии сегодня на азиатской сессии снижаются. Причина кроется в выходе плохих данных по активности в сфере услуг Китая. В мае 51,5 из 51,6. Продолжается у нас серия слабых отчетов по китайской экономике после слабости производственного сектора. В принципе, это все в соответствии с нашими ожиданиями. Мы говорили о том, что не стоит делать большого акцента на Китай в плане позитива. То, что локальная статистика, которая выходила, скажем, чуть раньше в этом году, она могла обнадежить то, что Китай, в принципе, вышел из вот этого пике нисходящей динамики по экономическому росту и может показать более достойные показатели экономического восстановления и расширения конца 2018 года. Мы снова возвращаемся к плохой статистике. Австралийцы и новозеландцы – это те инструменты, которые, исходя из торгово-партнерской связи, первыми реагируют на плохие китайские данные. Сегодняшняя азиатская сессия не исключение, но помимо даже плохой статистики по Китаю, вы помните, что по Австралии у нас есть сигнал от резервного банка Австралии, который будет бороться с чрезмерно высоким обменным курсом. А обменным курсом считаются все котировки, которые выше отметки 0.8. Вот от этих уровней мы будем многократно отбиваться и снова отцелиться в районе поддержки 0.75. Друзья, собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Не забывайте, что сегодня мы с вами фокусируемся на британце. Завтра поговорим о нем побольше, больше ему уделим внимание, потому что вся статистика, которая будет сегодня подавляющим образом, посвящена именно этому валютному инструменту. Ну и еще в 17.00 выйдет отчет по АСМ в сфере услуг по штатам в соответствии со статистикой по АСМ производственной активности. Я думаю, что у нас есть возможность ставить на росты этого индикатора. Нужно бы, чтобы только доллар тоже отреагировал правильным образом и, собственно, упрощил свои позиции против японского конкурента. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok